МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ Восставатели почтили здесь память святителя Алексия, митрополита Московского. И в этот же день, 150 лет назад, академический храм был впервые освящен. Храм у нас уникальный в том смысле, что это храм ученический. И здесь совершается самое большое количество священнических и диаконских хиротоний, то есть рукоположений. И по количеству этих рукоположений наш храм, наверное, может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Потому что у нас самая большая академия, самая большая семинария. И поэтому здесь больше всего студентов выпускается, естественно, больше всего здесь происходит священнических и диаконских хиротоний. Академия располагается на территории Троицы Сергиевой Лавры с 1814 года, но более полувека собственного храма у академии не было. Считалось, что достаточно храмов в самой Лавре, в которых могли бы молиться студенты, учащиеся или, как их тогда называли, воспитанники. Но, тем не менее, все равно это было неудобно, потому что в храмах в Лаврске было тесно, и студенты смешивались с простыми прихожанами. Это было не очень удобно. И вот, наконец-то, в 1870 году при ректорстве протеерия Александра Горского здесь был освящен храм в зале публичных испытаний, как это называлось в помещении тогда. И с этого времени здесь происходит молитва. Протеерия Александра Горский стал первым настоятелем храма, а его духовенством преподаватели-наставники академии. Посвятили храм празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Покров Божией Матери был определен престольным праздником храма, потому что в 1814 году, когда славяно-греко-латинская академия переместилась из Законоспасского монастыря, монастыря, разоренного французами в Москве, из Москвы в Сергиев Посад, как в место более созерцательное, более тихое, более спокойное, более духовное, максимально благоприятное для развития богословских наук, то учебный год, насколько мне память не изменяет, начался на Покров Божией Матери. Храм несколько раз перестраивали. Постепенно увеличили площадь и высоту помещения в два раза. Со временем построили купол и просторные хоры у западной стены. Свой окончательный вид с расписными стенами и трехъярусным иконостасом храм приобрел к 1913 году. Через пять лет новая советская власть декретом закрывает все храмы при учебных заведениях. В конце Великого Поста 1919 года здесь совершаются последние службы. Потом храм на долгое время закрыт. В 1920 году утварь храма, включая престол, включая драгоценные иконы, облачения, передаются в Пятницкий храм. Храм тем самым становится совершенно пустым. Потом в нем будет устроен кинозал. И вот в советское время Московская Духовная Академия возвращается в стены Троицы Сергия Лавры в 1948 году. А в 1955 году завершается достаточно быстрая оперативная работа в совершенно разоренном храме. И храм с 1955 года начинает жить ежедневной литургической жизнью и становится школой проповеди. Тогда же в храме установили новый иконостас. Его перенесли из разрушенной в 1934 году Московской церкви Святого Харитона Исповедника в Огородниках. Когда революция, если у нас были иконы 19-го, начало 20-го века в иконостасе, то сейчас у нас иконостас 17-го века, как и помещение нашей чертоги царские 17-го века. Причем это иконостас и исторически значим. Он был в храме Харитона Исповедника недалеко от дома Александра Сергеевича Пушкина. И известно, что бабушка в этот храм его вводила. В 1986 году в Покровском храме случился пожар. Иконостас не пострадал, но сгорел и рухнул купол. Существенно пострадали настенные росписи. Все пришлось восстанавливать заново. Сразу же после пожара были организованы работы по росписи храма. И к 1988 году они были, большая часть завершена. Некоторые еще работы продолжались и после, до 1990 года. Что-то внизу в притворе храма и в позднее время написано. Но основной объем был выполнен к 1988 году, к юбилею тысячелетия крещения Руси. Сегодня сердце Академии бьется в полную силу. Именно здесь, как и 150 лет назад, получают богослужебные знания и навыки будущие пастыры всей православной Русской Церкви. Наше богослужение, которое здесь совершается, оно образцовое для всей Русской Православной Церкви. Такой эталон, как служат в Московской Духовной Академии, потом также по этому образцу служат и на приходах всей нашей Русской Православной Церкви. Любят Покровский храм и простые прихожане. Я недавно стала посещать этот храм, но мне очень нравятся хорошие службы, благодатные. Мне так приятно и мне так хорошо после этого становится. Спокойно, умиротворенно. Мне очень здесь нравятся, во-первых, традиции московские здесь. Здесь очень гостеприимно принимают. Пение благодатное. Поют студенты профессионально. Они поют по нотам, профессиональное песнопение. Я приехала из Архангельска, но я уже на протяжении лет 20, наверное, каждый год приезжаю сюда. Потому что у меня здесь духовный отец, благочинный как раз Духовная Академия, отец Варна Волосев. И поэтому я каждый год сюда приезжаю. И всегда, естественно, хожу на службы в этот храм. И мне он очень нравится, этот храм. Я очень люблю службы в этом храме. И когда у нас кто-то едет из Архангельска в Троицу Сергию Лавру, я всем людям объясняю, как пройти в этот храм, и чтобы они обязательно были на службе в этом храме. Побывать на богослужениях в Покровском храме может каждый. Службы проводятся утром и вечером. Подробную информацию можно узнать на сайте Московской Духовной Академии. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Тема. Кирилл Емельянов.